До сих пор мы знакомились с историей о Фейри и Скоттингли, так сказать, по рассказам того времени. Из уст Гарднера, Конан Дойла, безымянного репортера из Вестминстер Гэзет. Много позже, когда кузины признались в подделке фотографий, с одной оговоркой, о которой я еще расскажу, исследователи раскопали уйму любопытных сведений, несколько проливающих свет на многие запутанные вещи, например, на противоречивое интервью с матерью Элси. Отец Элси Райт, Артур, в книге Дойла проскальзывало с чужих слов, мол, откуда могут быть у простого деревенского работяги технические средства для подделки фотографий. Сельский работяга обладал, однако, продвинутыми на то время профессиями. Был электриком и механиком, занимался ремонтом автомобилей, что считалось делом весьма высокотехнологическим. Он был начитан и играл на пианино. Из переписки его супруги Памела Райт с Гарднером яствует, что в семье было вообще два фотоаппарата, и Элси имела к ним вполне свободный доступ. Начальную переписку с Гарднером вели супруги Райт, а Элси, дескать, то вообще плохо умела писать, то была больна и не могла. А Гарднер посылал ей шоколад, надеясь на новые фотографии с Фейри. Элси Райт не играла на пианино, зато здорово рисовала. Из школы она ушла в 13,5 лет, ибо не имела особой склонности к учебе. Вылетевшие из уст матери Элси странные слова про именно 14-летнюю дочь можно теперь логично соотнести с ее работой помощницей фотографа. Основные действующие лица этой истории, кроме Артура Райта, намного пережили Конан Дойла, который умер в 1930-м. Полли Райт, мать Элси, умерла в 1955-м. Гарднер дожил до 1969-го, отойдя в мир иной на сотом году жизни. Ясновидец Ходсон умер в 1983-м, дожив до 97-ми лет. Фрэнсис умерла в 1986-м, а Элси в 1988-м. После смерти Гарднера его семья передала материалы по Фейри и Скоттингли в Бразертонскую библиотеку. После 1921-го года, вопреки предвосхищению Конан Дойла насчет того, что человечество откроет новые духовные горизонты, странная история Фейри и Скоттингли забылась на десятилетия. Элси и Фрэнсис вышли замуж и уехали из Англии. Впрочем, к 1950-м обе с семьями вернулись туда. Со второй половины 1960-х пресса снова вышла на Кузин. Те давали противоречивые интервью для газет и телевидения. В 1966-м со страниц Дейли Экспресс Элси заявила, что фотографировала плоды своего воображения. И вот понимайте, как хотите. В 1973-м году, в 1984-м томе журнала «Фолклор» была опубликована статья Стюарта Сандерсона, профессора Лидского университета и президента фольклорного общества. В 1971-м году он вроде бы пожертвовал университетской библиотеке пять стеклянных пластин с Фейри и Скоттингли, но дело с пластинами, исходными ли отретушированными, столь запутанное, что я не хочу его касаться. В статье Сандерсон говорит о художественном таланте Элси, ее опыте о работе в фотостудии, словом, сомневается в подлинности снимков. Но кто читает журналы по фольклору? Только такие люди, как я. В 1978-м году разоблачитель подделок, скептик Джеймс Рэнди нашел детскую книжку, откуда Элси срисовала картинки трех Фейри для первой фотографии. Рэнди списался с Элси, и она в письме уже 1983 года честно поведала. Оттуда, где я снимала, были видны булавки, которыми крепились фигурки. Меня всегда удивляло, как это восприняли на полном серьезе. Вот Элси хохочет скриншот из телеинтервью того же 1983 года. Рэнди не спешил с публичным разоблачением, поэтому на историю Фейри и Скоттингли в середине 1970-х клюнул профессор Джо Купер, узнавший про местную легенду от знакомого, когда стоял в очереди в книжном магазине в Брэдфорде. Солидный ученый и прилежный семьянин, профессор Купер стал одержим историей про Фейри. Он досрочно вышел на пенсию и посвятил все свое время сбору материалов и сочинению книги на эту тему. В течение пяти лет он мотался за сведениями и уточнениями. Ток Элси в Ноттингхэм, Ток Фрэнсис в Рамсгейт ездил с ними на место действия, вне места действия. Зачем-то, например, в замок Лидс в Кенте книга разрасталась, неутомимая деятельность профессора подогревала интерес прессы к этому забытому делу. И вот в сентябре 1981 года по некой архиважной нужде профессор отправился с Фрэнсис что-то выяснять в Кентерберийский собор, где Фрэнсис, очевидно утомленная затянувшимся на десятилетия розыгрышем, вдруг показала профессору на известном снимке, где именно вырезанные фигурки крепились булавками. «Весь мир сдвинулся», – написал Джо Купер. Пораженный и опустошенный, но храня от семьи эту тайну крушения своей идеи фикс, профессор подготовил для журнала Unexplained Magazine статью о разоблачении и неожиданно для всех исчез. Впрочем, потом появился, но жена подала на развод. После развода Купер написал и опубликовал в 1990 году книгу «The Case of the Cottingly Fairies» – «Дело Фейри и Скоттингли», по которой позже сняли фильм «Fairy Tale – A True Story». Но это было уже запоздалое разоблачение, ведь первая серия таковых прокатилась в начале 80-х. Был Рэнди, был и фотограф Джеффри Кроули со статьей в British Journal of Photography с разбором снимков Фейри и «Скоттингли». Ознакомимся с письмом от 17 февраля 83-го года Элси к Джеффри Кроули, который может пролить свет на события 20-х годов. Элси начинает письмо так. Дорогой мистер Кроули, спасибо за ваше письмо, раскрывающее ваше глубокое понимание того прикола Фрэнсис, речь идет о первом снимке. Я будто вернулась в тот день 1916-го года, когда наш розыгрыш провалился, ведь никто не мог поверить, что мы фотографировали настоящих фейерий. Далее Элси пишет о том, что ей тогда было 15, а Фрэнсис 8. Вот уже датировки дважды отодвинулись в 1916-й год вместо 17-го. По словам Элси, обман со снимком вышел ненарочно. Кузины шутки ради сняли фотографию, ту, где перед Фрэнсис пляшут фейри. И все домашние стали смеяться и спрашивать, как девочки это сделали. От смеха взрослых в кузин вселился какое-то беспротиворечие, и они упорно не признавались в подделке. Так бы оно и сошло на нет, если бы снимки остались в кругу семьи. А потом закрутилась история с Гарднером и Конан Дойлом и публикацией в Стрэнд. Отец Элси, Артур Райт, стал требовать, чтобы Элси наконец рассказала, как сделала снимки. Элси посоветовалась с Фрэнсис. Одна решать не хотела, хотя вся техническая сторона подделки была целиком делом рук Элси. Фрэнсис, которая еще училась в школе, начала умолять не признаваться, иначе в школе ее засмеют. А еще Элси было очень жаль Конан Дойла, ведь его тоже засмеют, если она признается. На него и так карикатуры уже рисовали из-за его увлечения спиритуализмом. Цитата из письма Элси. Итак, я сказала Фрэнсис. Хорошо, мы ничего не сообщим Конан Дойлу и мистеру Гарднеру. Они оба, по крайней мере, на 35 лет старше меня, так что мы подождем, пока они оба умрут от старости, и лишь тогда мы все расскажем. И таки рассказали. Но рассказ их оказался не тем, на что рассчитывали скептики. Об этом я поведаю в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok